Ситуация с правами человека, споры по Тайваню, торговые войны, уйгурские вопросы и отношения к Гонконгу. Перечень острых тем, взгляды на которые расходятся у Вашингтона и Пекина, оставался практически без изменений на протяжении всего 2021 года. Отношения двух крупнейших экономик планеты заметно обострились еще при администрации Трампа и накопившиеся противоречия пока далеки от разрешения. Президент Байден, вступив в должность, дал понять, что открыт к диалогу, но с учетом принципиальных позиций США, в том числе по защите прав человека и соблюдению Китаем международных обязательств. Пообщавшись в марте по телефону с главой КНР Си Цзиньпином, глава Белого дома заявил, что США рассматривают Китай как соперника, но не ищут конфронтации с ним. Мы хотим, чтобы власти Китая отвечали за свои действия и следовали правилам, независимо от того, относится ли это к Южно-Китайскому морю, к соглашению по Тайваню или к какому-то другому вопросу. В Пекине, в свою очередь, заявили, что готовы к сотрудничеству в рамках борьбы с пандемией и по многим другим вопросам международного значения. Но позиции по ситуации вокруг Тайваня и Гонконга менять не намерены. Перед началом переговоров министров иностранных дел на Аляске в марте 2021 года китайские власти сделали особый акцент на этом. Мы призываем США перестать вмешиваться в дела Гонконга, прекратить вмешательство во внутренние дела Китая и не идти в дальнейшем по ложному пути. Китай будет решительно защищать свои национальные интересы, интересы безопасности и развития. На этом фоне особых иллюзий по поводу того, что американо-китайские переговоры в Анкоридже принесут результаты, мало кто испытывал. Но то, что они обернутся перепалкой между дипломатами, стало неожиданностью. Открывая переговоры, госсекретарь США Энтони Блинкин выразил озабоченность Вашингтона относительно кибератак из Китая на американские учреждения и действия Пекина по вопросам, связанным с Тайванем и Гонконгом. В ответ китайская делегация обвинила американскую сторону в подстрекательстве других стран к, цитата, «нападкам на Китай». И хотя после скандальной перепалки переговоры проходили в более дипломатических тонах, конкретных результатов они не принесли. Речь идет не о сдерживании или подавлении Китая. Речь идет о сохранении международной системы, основанной на определенных правилах, в которую мы все вложили так много усилий за последние 75 лет. США уже давно обвиняют Китай в том, что в экономике он играет не по правилам, практикует государственное субсидирование различных отраслей, занижает курс своей валюты и ворует интеллектуальную собственность. Китай, в свою очередь, добивается отмены высоких, как считают в Пекине, торговых тарифов на свои товары, введенных администрацией Трампа. США критикуют также Китай за создание лагерей для этнических уйгуров в провинции Синьцзян и нарушение прав человека в Гонконге. Власти Китая зачастую выражают недовольство поддержкой США Тайваня, который Пекин считает своей сбунтовавшейся провинцией. Если США будут до конца настаивать на продолжении такого подхода в отношении тайваньского вопроса, это неизбежно вызовет огромный риск для китайско-американских отношений. «Осенью, когда ситуация вокруг Тайваня стала накаляться, стало очевидно, что Вашингтону и Пекину требуется серьёзный дипломатический прорыв. Именно под таким углом многие политологи рассматривали виртуальную встречу лидеров двух государств в ноябре, организованную по американской инициативе. Всё было выдержано в дипломатических тонах, и в своей вступительной речи Си Цзиньпинь назвал Джо Байдена своим давним другом». «В настоящий момент Китай и Соединённые Штаты находятся на критическом этапе развития отношений. Мы вместе сталкиваемся со множеством проблем. Китай и США, являясь двумя крупнейшими экономиками мира и постоянными членами Совета безопасности ООН, нуждаются в расширении взаимодействия и сотрудничества». «Как я уже говорил ранее, мне кажется, что наша ответственность, как лидеров Соединённых Штатов и Китая, состоит в том, чтобы гарантировать, что конкуренция между нашими странами не перерастёт в конфликт, намеренный или непреднамеренный». Градус напряжённости, если и удалось сбить, то ненадолго. Соединённые Штаты объявили о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Китае, отказавшись отправлять на церемонию открытия игр правительственную делегацию. Вашингтон связал своё решение с преследованием уйгуров в Синьцзяне и другими нарушениями прав человека со стороны китайских властей. Пекин назвал это решение фарсом и политизацией спорта. Госсекретарь США Энтони Блинкин в октябре призвал государства-члены ООН поддержать полноценное участие Тайваня в деятельности организации, что в свою очередь возмутило Китай. Очевидно, что и в 2022-м определяющим для отношений двух стран станет то, как будут развиваться события в ситуации вокруг Тайваня. Евгений Маслов, Майкл Экклс. Настоящее время. Нью-Йорк.